Три поросёнка Мама, все наши друзья уехали на летние каникулы. Нам теперь не с кем играть. Разреши нам разбить лагерь у озера. Мама-свинья не могла отказать своим дорогим поросятам. Это замечательная идея, дети мои. Конечно, я разрешаю вам идти в поход. Но обязательно выберите хорошее место для лагеря и убедитесь, что ваши палатки прочные. Ура! 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 На следующий день поросята отправились в поход. Но только они зашли в чащу леса, как их заприметил злой волк с острыми зубами и голодными глазами. Ммм, какие сочненькие и аппетитненькие поросята! Отличный будет завтрак! Но братья даже не заметили следовавшего за ними волка. Наконец, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф добрались до берега озера. Там они нашли живописное место для лагеря. Самый младший поросенок Ниф-Ниф решил поставить свой шалаш возле дерева. Он собрал большие листья, чтобы построить домик. И не успели его братья глазом моргнуть, как укрытие было готово. Самый старший поросенок Нуф-Нуф подошел к младшему брату и посмотрел на его палатку. Какая замечательная палатка, Ниф-Ниф! Молодец! Но как ты думаешь, насколько она прочная? Да, конечно, прочная, братец! Средний поросенок Наф-Наф решил сделать свою палатку из камыша. Для этого он собрал ростки на земле, соединил их вместе и тоже очень быстро закончил свою работу. Но когда старший поросенок пришел к своему среднему брату и увидел палатку из тростника, он предупредил его. Твоя палатка, конечно, хороша, но защитит ли она тебя? А случай опасности? Это же тростник! Да, конечно! Смотри, я выбрал самый высокий тростник. Моя палатка ни за что не рухнет! Поскольку два маленьких поросенка так быстро поставили свои палатки, они начали играть и веселиться. Тем временем страшный серый волк внимательно следил за ними из своего укрытия. Пока младшие братья играли, Нуф-Нуф начал делать свою палатку из толстых ветвей деревьев. Он работал почти до самого вечера. Зато когда его убежище было готово, оно выглядело по-настоящему прочным. Когда Ниф-Ниф и Наф-Наф увидели палатку своего старшего брата, они очень удивились. Твоя палатка, конечно, прочная, но ты же все время работал и даже не смог с нами поиграть. Когда наступил вечер и солнце усело, три поросенка решили пойти на морковную вечеринку в лес. И, конечно, голодный волк последовал за ними. Три поросенка увидели, что на этой вечеринке почти одни кролики. Ну, конечно, это же была морковная вечеринка. Ой, похоже, тут очень весело и вкусно. Я хочу попробовать всю морковь. Поросята подружились с кроликами и веселились с ними несколько часов подряд. Гуляйте, поросята. Завтра и мне будет очень весело, когда я вас съем. Когда вечеринка закончилась, три поросенка валились с ног от усталости. Они решили вернуться в свой лагерь. А злой волк ждал их всю ночь. Ау-ау-ау-ау. Наутро, проснувшись в своем домике, Ниф-Ниф услышал снаружи шум. Выходи на счет три, поросенок, иначе я уничтожу твою хижину одним ударом. Моя палатка очень прочная. Ты не разрушишь ее. Ну, ладно. Один, два, три. Волк сделал глубокий и приглубокий вдох. И сдул все листья с палатки поросенка. Наспех построенный шалаш разлетелся на кусочки. Ниф-Ниф едва спасся и побежал к шалашу своего брата Наф-Нафа. Вскоре серый волк появился перед тростниковой хижиной среднего поросенка. Я знаю, что вы оба там, глупые поросята. Выходите, иначе я разнесу эту палатку одним ударом. Моя палатка никогда не сломается. Ха, ладно. Раз, два, три. Волк снова сделал глубокий вдох и сдул все камыши с палатки Наф-Нафа. Братья поросята едва спаслись и стремглав побежали в домик своего старшего брата. Братец, пусти нас! Волк сломал наши палатки! А теперь он идет сюда! Тогда нам нельзя терять ни минуты. Пойдемте со мной. Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф взялись за лопаты и вырыли перед палаткой глубокую яму. Затем они выбрались из нее по лестнице. Братья присыпали свою ловушку землей, а затем спрятались в домике Нуф-Нуфа, который он сделал из крепких веток. Как раз в это самое время голодный волк подошел к палатке Нуф-Нуфа. Выходите, поросята, а то одним ударом я разнесу твою палатку в щапки. Не теряй времени, волк, ты не сможешь разрушить мою палатку. Что ж, посмотрим. Раз, два, три... Волк набрал воздуха и стал дуть изо всех сил. Но прочный домик остался невредим. Волк подошел ближе и снова дунул. Но ничего не получилось. Укрытие даже не качнулось. Волк сделал еще шаг ближе. И вдруг... Нееееет! Упал в яму, вырытую поросятами. Увидев, что волк попался в ловушку, поросята выбежали из палатки и закрыли яму. Затем братья отправились домой к своей маме, чтобы рассказать ей о случившемся. Мама, ты была права, нам надо было быть осторожнее. Мы должны были проверить местность перед походом. А самое главное, нам надо было установить прочные, надежные палатки. Да, да! Мама-свинья крепко обняла своих детей. Она была очень счастлива, что они благополучно вернулись домой. И все кончилось хорошо. Давным-давно в дремучем-дремучем лесу Жил-добыл серый волк. Он все время был голодный. А-а-а, я опять проголодался. Поэтому днем и ночью он бродил по лесу и выискивал добычу. Однажды голодный волк наткнулся на маленькую хижину. Он бесшумно подкрался. А когда подошел поближе и выглянул из-за дерева, то увидел, что в этой хижине живет мать-коза и семеро козлят. Теперь хватит мне еды на целую неделю. Хитрый волк затаился в засаде и следил за хижиной до самого утра. Утром мать-коза собиралась выйти из дома и дала наказ своим маленьким козлятам. Дети мои, я пойду на рынок купить продуктов, а вы будьте осторожны и никому не открывайте. Хорошо, мамочка! Хорошо, мамочка! Хорошо, мамочка! Мать-коза спокойно отправилась на рынок за покупками. И как только она ушла, волк стал думать, как бы ему одурачить маленьких козлят, чтобы они открыли ему дверь. Лучшая тактика охоты на козлов – маскировка. Волк надел старое платье и опустил уши. Из ветвей он сделал два козьих рога и надел их себе на голову. Чтобы еще больше походить на козу, он обсыпал лапы мукой, а потом украл еще теплый яблочный пирог из чужого дома. И если изменить голос, то я буду как настоящая бабушка. Волк тихонько подошел к двери хижины и трижды постучался. Козлята, услышав этот звук, тут же бросились отпирать. Один из них уже собирался открыть замок, но другой его предупредил. Стой! Мы не должны просто так открывать дверь. Сначала мы должны спросить, кто там, кто там. Это я, дети мои, ваша бабушка. Я пришла, чтобы отвезти вас в парк. Наша бабушка живет очень далеко. Ты не можешь быть ею. Крошки, я так долго добиралась до вас. Давайте, ребятушки, открывайте дверь и пойдем в парк. Когда Волк договорил, козлята заглянули под дверь и посмотрели на его лапы. Смотри, ноги у нее белые и пушистые, совсем как у нас. Смотри, у нее такие же ноги, как у нас. Так как козлята не стали открывать дверь, Волк дал им понюхать яблочный пирог, который принес. Смотрите, внучата, я принесла ваш любимый яблочный пирог. А волки не умеют печь пироги. Козлята почувствовали аромат яблочного пирога, не выдержали и открыли дверь. Никто из них не догадался, что перед ними переодетый волк. Давай, бабушка, пойдем в парк! Мы съедим пирог, когда вернемся! Я так голоден, что едва держусь! Козлята и волк вышли из хижины. Пока козлята гуляли и веселились, волчья шкура зацепилась за ветку дерева. Платье медленно сползло, и под ним козлята увидели серый волчий мед. Это же волк! Это же волк! Волк! Ой, помогите, помогите! Давайте быстрее бежим! Когда волк понял, что его раскрыли, то навострил уши. Оскалив свои острые зубы, и он бросился за козлятами. Волк догнал и поймал их всех, одного за другим. И только один козленок смог спастись и убежать от злодея. А шестерых козлят волк утащил в свою темную нору. Козленок, который выжил, бежал изо всех сил, чтобы рассказать обо всем своей маме. Тем временем, мать коза вернулась домой из рынка с корзиной фруктов и овощей. Дверь дома была распахнута настиж. Она поспешила внутрь, но нигде не могла найти своих детей. Мои детки! Где вы? Бе! Мои маленькие козлята! Бе! Бе! Мать коза не на шутку разволновалась. Она бросилась из дома на поиски своих детей. И на земле заметила следы от больших лап. Ого! Это же следы волка! Коза пошла по следу, но спустя какое-то время отпечатки лап исчезли. Она шла по следам так далеко, как только могла, пока они не исчезли. Мои детки! Пока мама-коза плакала, к ней прибежал маленький козленок, который спасся от волка. Мама! Мамочка! Ох, мой сыночек! Где твои братья? Что случилось? Говори скорее! Голодный волк притворился нашей бабушкой и попытался похитить нас. Убежать смог только я, но я знаю, где остальные. Мать коза и ее маленький козленок побежали к волчьему логову. Там они услышали голоса козлят. Это волчье логово! Теперь мы должны быть очень осторожны, малыш! Мать коза и козленок придумали хитрый план, чтобы спасти других ребят. Они решили напугать злодея, встали перед его домом и руками сделали огромную медвежью тень. В это самое время волк как раз собирался съесть маленьких козлят, но увидел страшный силуэт медведя. Что это такое? Это медведь или... Я гигантский медведь, и я очень голоден. Я знаю, что тут живет волк, который вполне сгодится мне на ужин. Волк так испугался, что медведь его съест, что быстро выбежал из своего логова. Нет, помогите, медведь! Медведь меня съест! Медведь, помогите! Увидев, что волк убежал, козлята вышли на белый свет и крепко обняли маму. Волк побежал! Волк побежал! Прочь! Волк побежал! Волк побежал! Волк побежал! Волк побежал! И с тех пор мать коза и семеро ее козлят мирно жили в своей хижине в лесу, и волк больше не приходил. В одном лесу жила маленькая девочка вместе со своей мамой. Девочка всегда носила красную шапочку, которую связала для нее бабушка. Поэтому все называли ее Красная Шапочка. Однажды, в канун Нового Года, Красная Шапочка подошла к матушке, суетившейся на кухне, и сказала... Мама, я так счастлива, что наступает Новый Год! Может быть, бабушка присоединится к нам сегодня? Бабушка больна, моя дорогая, но я как раз готовлю для нее новогодние пирожки. Могу я отнести эти пирожки бабушке? Нет, моя дорогая, на улице слишком холодно. Я схожу сама и скоро вернусь. Я соберу ей немного лечебных трав, чтобы она выздоровела как можно скорее. Пожалуйста, мамочка, у тебя столько дел. Я добегу до бабушки и вернусь. Ты не успеешь и глазом моргнуть. Ну, хорошо, но одевайся потеплее. Девочка надела свои красные сапушки и красную шапочку, взяла корзинку с пирожками, которую приготовила для нее мама, и отправилась в путь. Не сворачивай с тропинки, возвращайся домой до темноты. Хорошо, мамочка. В лесу было и правда холодно, и было море снега. Красная шапочка радостно шагала по зимнему пейзажу. В глубине леса она встретила молодого охотника. Он охотился на волка, который повадился воровать в деревенских домах еду и скот. Никогда не думал, что буду праздновать Рождество в одиночестве. Но сегодня я поймаю тебя, злой волк. И от этого в новом году все станут гораздо счастливее. Волк держал в страхе всех фермеров, и в тот день он как раз выбрался за добычей. Терпеть не могу эти снежные дни. Зимой невозможно найти еду. Тем временем красная шапочка продолжала свой путь к бабушке. Но вдруг увидела среди деревьев детеныша газели. Бедный малыш дрожал от холода. Бедняжка, как тебе холодно! Красная шапочка захотела помочь и двинулась вслед за газелью. Но та, завидев девочку, убежала. Подожди, не убегай! Я не причиню тебе вреда! Я хочу помочь! Маленькая красная шапочка убежала за газеленком глубоко в лес. Он был такой тонкий и быстрый, что скоро скрылся из виду. Красная шапочка еще какое-то время продолжала идти за ним. Но вскоре поняла, что не сможет его найти. Тогда она оглянулась и увидела, что теперь была далеко от тропинки. Она никогда не бывала в этой части леса. А снег заполонил все вокруг и не давал возможности понять, где она находится. Она думала, что сможет найти обратную дорогу по своим следам. Но следы уже замело снегом. Красная шапочка поняла, что заблудилась, и горько заплакала. Как же мне теперь быть? Ау! Помогите! Помогите! Кто-нибудь слышит меня? Ау! Ау! Кто-то ее действительно услышал. Но это был никто иной, как злой волк. Ау! Есть здесь кто-нибудь? Волк шел на голос и вскоре увидел маленькую красную шапочку. Он подошел к ней ближе. Увидев волка перед собой, красная шапочка ужасно испугалась и закричала. Помогите! Здесь волк! Кто-нибудь! Помогите! Помогите! Пс-пс-пс! Не кричи, не кричи. Я не собираюсь обидеть тебя. Я услышал твой голос и пришел помочь. Красная шапочка поверила волку и перестала кричать. А теперь скажи мне, что такая маленькая девочка делает в лесу совсем одна? Я несла пирожки своей больной бабушке и заблудилась. Оу! Я никогда не видел здесь людей. И где же живет твоя больная бабушка? Маленькая красная шапочка не хотела рассказывать волку о том, где жила ее бабушка. Она все еще сомневалась в том, желает ли ей волк добра. Я не могу найти бабушкин домик, находясь здесь. Если бы вы могли проводить меня обратно до лесной тропинки, я бы нашла дорогу. Что ж, тогда просто следуй за мной. Волк отправился вперед, а красная шапочка последовала за ним. Надо ли говорить о том, что у волка был коварный план? Как только мы окажемся на тропинке, девочка покажет мне, где живет ее бабушка. Тогда я сначала съем ее, а затем съем ее бабушку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот это я называю новогодним торжеством. Вскоре красная шапочка и волк добрались до тропинки. Ну вот мы и пришли. Теперь ты вспомнила, где дом твоей бабушки? Все, о чем теперь мечтала красная шапочка, так это о том, чтобы избавиться от волка и поскорее добраться до своей бабушки. Спасибо. Теперь я легко найду дорогу. Это не так далеко. Это красный домик на опушке леса. Как раз в этот миг красная шапочка поняла, что совершила большую ошибку. Но было слишком поздно. Оу, правда? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Волк открыл свою пасть и направился к красной шапочке, чтобы съесть ее. Но тут он услышал выстрел и в страхе убежал. Красная шапочка была спасена и со всех ног бросилась к домику бабушки. Тем временем охотник, который продолжал искать волка, увидел его следы на снегу. Я знаю, что ты где-то здесь. Я найду тебя. После своего холодящего душу приключения, красная шапочка наконец оказалась у домика бабушки. Она постучала в дверь и услышала голос бабушки. Дверь открыта, моя дорогая. Входи. Красная шапочка была немного удивлена. Голос у бабушки был странный. Этот голос не похож на бабушкин. Наверное, это потому, что бабушка простудилась. Красная шапочка открыла дверь и вошла. Все шторы были закрыты. В темной комнате лежала бабушка, закутавшаяся в одеяло. Спасибо большое, что пришла, милая. Что же ты принесла мне? Мама приготовила удивительные пирожки. Она сказала, что ты не сможешь присоединиться к нам в праздник. Поэтому я пришла навестить тебя. Ты поступила хорошо, моя девочка. Подойди же ко мне поближе, чтобы я могла разглядеть тебя. Красная шапочка подошла к кровати бабушки. Но у нее появилось плохое предчувствие. Ближе, дорогая. Еще ближе. Красная шапочка подошла еще ближе к бабушкиной кровати. Бабушка выглядела очень странно. Бабушка, а почему у тебя такие большие уши? Это чтобы лучше слышать тебя. А почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше видеть тебя. А почему у тебя такие большие руки? Это чтобы лучше обнимать тебя. А почему у тебя такие острые зубы? А это чтобы лучше съесть тебя. Вдруг из бабушкиной кровати выскочил волк и бросился прямо на красную шапочку. Помогите! Помогите! А-а-а! Вернись же! Ты не убежишь от меня! Красная шапочка выскочила из домика бабушки и побежала прочь. Но волк был быстр. Он не отставал. Как раз в тот миг, когда уже собирался наброситься на девочку, волк почувствовал, что его нога в чем-то застряла. И тут же он оказался подвешенным на дереве. Когда красная шапочка остановилась и оглянулась, она увидела, что волк попал в ловушку. Она подошла к нему. Скажи, злой волк, где моя бабушка и что ты с ней сделал? Скажи мне! Он ничего не смог с ней сделать. Не беспокойся. Красная шапочка обернулась и увидела охотника, который как раз подошел к волку. С твоей бабушкой все хорошо. Она отдыхает в моей хижине. Когда я услышал, что твоя бабушка больна, я отправил ее в свою лачугу, чтобы защитить от волка. И я приготовил ловушку для волка. К счастью, мы поймали его до того, как он мог бы причинить тебе вред. Плохой волк! Он проник в дом моей бабушки, нарядился в ее одежду и пытался поймать меня. Но я чувствовала, что происходит что-то странное. Что ж, пойдем к твоей бабушке. А что до волка, мы поддержим его здесь в новогоднюю ночь. Я позабочусь о нем завтра. Охотник и Красная Шапочка отправились к хижине. А волк кричал им вслед. Эй, стойте! Не оставляйте меня здесь одного! Был уже вечер. Красная Шапочка, бабушка и охотник добрались до дома Красной Шапочки. Мама ожидала девочку на пороге с беспокойством и была очень счастлива увидеть ее живой и невредимой. Моя дорогая доченька, где ты была? Мама, ты здесь! Скажите мне, что случилось! Я расскажу тебе все, мама. Но прежде я хочу извиниться. Я не послушалась тебя и свернула с тропинки в лес. Ты не поверишь, что случилось потом. Я никогда больше не ослушаюсь тебя. Красная Шапочка, ее мама, бабушка и охотник провели этот Новый год вместе. Они ели вкусные блюда, танцевали и радовались празднику. Ну а для волка это был худший Новый год в его жизни. Что ж, по делам.